короче редиска хрен не знаю что еще ухват прям отлично подходит к этому чугунку ребята ну вот я выложил репу чувствуется что питательно пока горячая и подсоленная можно мне кажется есть весь чугунок этой ложкой мой выбор это соль ребята всем привет с вами я филипп захаров усадьбы 4 сезона и мы с вами сегодня находимся в нашем ресторане калины красны и исходя из названия нашего ресторана можно понять что это ресторан русской кухни сегодня у нас будет интересное видео я буду снимать то что я сам ни разу жизни не пробовал и не делал сегодня у нас видео про репу знаете такую поговорку проще паренные репы вот я сейчас чуть-чуть пробежался там по рецепту понял что не совсем все просто готовить просто но есть пару нюансов и мы начинаем про репку посадил дед репку помнить такую сказку всегда во всей сказку помнят но репку никто не ест и практически может быть даже в жизни к не пробовали пробуем так изредка где-то может быть случайно что такое вообще репка репа на самом деле это на руси был самый распространенный корнеплод вы выращивали везде и ели во всех крестьянских домах до появления картошки после этого поскольку пришел картофель он вытеснил репу с наших столов вот но на самом деле картофель как мы знаем петр первый завез это какой 1700 год вот а до этого еще 1700 лет и еще до этого сколько-то тысяч лет наши предки ели репу этого овощ овощ корнеплод как правильно овощ или корнеплод пишите комментарии ребят интересно корнеплод ну корнеплод это что же овощ до свекла морковка это овощ короче будем друг друга просвещать а я вам про репа сейчас расскажу смотрите как репа считалось у русских людей королева огорода то есть это самый главный овощ он хорошо растет он хорошо хранится и легко готовится и поэтому наши предки всегда ели в разных видах это и свежие и это вареная пареная жареная и самый такой интерес еще момент делали из нее десерты цукаты орехи мед репа в принципе с медом наверно можно много вкусного сделать честно скажу я пробовал только свежую репку когда вот купил и вот она кстати просто взял порезал как яблоко сел очень вкусно не ожидал вот реально не ожидал но есть такой нюанс да сейчас сразу расскажу как выбирать репу на рынке и если что сделать если она немножко горчит или острый привкус имеет репа когда молодая она сочная сладкая и вкусная когда она взрослеет она становится более резкий вкус у нее более острый и более волокнистая становится вот поэтому когда вы на рынке если выбираете если здесь есть зеленая ботва немножко то это свежая репа молодая вот ее надо брать однако если допустим все равно ну и небольшую да то есть понятно что вот это вот репа моложе чем вот это соответственно это будет вкус более такой детский а у этой более такой брутальный мужской можно закусить наверно если она немножко горчит или острит то есть простой лайфхак нужно просто ошпарить кипятком нарезать ее ошпарить кипятком и все и вкус стабилизируется смотрите я перечислил да варят жарят парят делают десерты но сегодня мы приготовим самые распространенные самые известные и мною ни разу не пробовавшиеся блюда пареная репа вот мы взяли репу почистили и от кожуры теперь задача ее просто нарезать нарезать тут вообще фантазия может быть любая да можно нарезать ее такими кольцами например да можно нарезать ее полукружочками вот так поваргать давай сделаем треугольничками вот так вот раз два три запах и она так еще режется приятно прям как будто вот приятно прям даже сама работа приятно становится я попробую как сказать короче редиска хрен не знаю что еще все вместе короче смешивается но по сути это вот реп она есть репа вот свежим виден ее обычно салаты добавляют она очень такая освежающий любой салат но вот так он не так и режет а соломкой соломкой и в салатик вот надпом дождит в столовые но не у нас у нас ресторан в столовой на работе это пробовал теперь сейчас вспоминаю просто но этот я съем ну вот ну режем эту репу как нам в голову придет главное не очень крупными кусочками вот так порежем оксачат порежу по разному и попробуем что получится все как вкуснее репа это овощ красоты ногти волосы зубы наши кости все она питает полезными микроэлементами макроэлементами короче очень полезно но это не урок химии это рассказ про про репу все просто и мы продолжаем такая для женщин еще небольшая информация кто хочет похудеть в качестве гарнира вместо привычных нам гарниров на симптом картофеля там еще что-то можно использовать репу это очень некалорийный гарнир но единственный есть нюанс что в свежем виде более 300 грамм в день есть ее нельзя потому что ну то что это уже будет вредно для здоровья вообще как бы в любой продукт так любым продуктом можно и скажем так поправить свое здоровье можно его ухудшить и мы продолжаем как ее мы готовим я уже нарезал как вы видели теперь есть такой нюанс смотрите мы используем для готовки мы готовить судьбу в русской печи потому что это же традиционное русское блюдо вообще ничего сложного просто единственный нюанс смотрите нужно добавить немножечко воды в чугунок смысл в чем что если много добавим воды то нас получится вареная репа а мы хотим получить пареную репу поэтому добавляем воды немножко ну так вот полстакана это будет достаточно помещаем туда нашу репу закрываем чугун нет солить мы будем позже берем ухват видели видео где я рассказывал про хват про чугун и он у меня упал с не видели посмотрите про русскую печь интересно видео было и все и мы помещаем нас печь уже растопленным и топили и четыре часа помещаем сюда единственный нюанс сейчас я скажу насколько туда нам помещать так ребята ну вот полтора два часа в печи мы готовим эту репу вот а наши предки как делали хозяйка порезали печь прогорела она остывает порезали в чугун накидали чуть-чуть водички туда поставили закрыли и все и потихоньку температуру садится она потихоньку томится и получается вот вот эти все блюда из русской печи вот это мой смысл медленное томление и медленное падение температуры но у нас готова сейчас мы достанем и попробуем что у нас вышло ухват прям отлично подходит к этому чугунку видимо когда у меня упал тот большой чугунок все-таки на там уход нам побольше а это прям хорошо подходит и легко доставать удобно ребята нужно аккуратненько открыть и посмотреть что там вышло папа ну по запаху похоже на тыкву пар прямо в лицо сейчас мы чуть посоли тут такой момент соль по вкусу что такое соль по вкусу не очень понятно ребята но вот я выложил репу если хотите попробовать или когда-нибудь пробовали репу парен и ставьте лайк этому видео потому что я рассказываю про это и надеюсь что это интересно а я щас буду пробовать первый раз жизни только я еще посолю немножечко потому что я посолил сверху но в чугунке там это перемешал все здесь непонятно соленый не соленый сейчас я вам расскажу что такое но как сказать очень необычно чувствуется что питательно я бы сказал такой специфический достаточно интересный вкус как гарнир просто замечательно пока горячая и подсоленная можно мне кажется съесть весь чугунок этой ложкой все-таки наверное это такой больше специалитет то есть это наверное такое блюдо как вот я так мысль что такое специалитет на это блюдо которое готовится в какой-то местности в определенной и самый кайф от этого блюда ты получаешь именно там где она готовится и где вот его скажем так специфически использую но мне понравилось еще сейчас ем не ребят вот первое впечатление было такое не очень понятно все-таки очень вкусно мне нравится особенно пока горячие вот это вот способ приготовления русской печи томление она разваривается получается такой интересный вкус если вам это было интересно то подписываться наш канал потому что я буду снимать еще в этом помещении много видео мы снимем еще про сегодня с ними про соленую сливу вот это тоже специалитет который рецепт который мы откопали который мы уже два раза делал но в том году сделали в этом году сделали сейчас еще раз сделаем попробуем готовую но это будет больше поэтому подписывать чтобы не пропустить так ребята знаете что я заметил не на столе мед лежит и соленый мы попробовали сейчас попробуем с медом но наверное я не буду прям сверху класть я прям так мед и репу мне кажется должен быть вкусно ну в общем на мой вкус соленый лучше соль это подчеркивает вкус вот этого такого пареного продукта мед он перебивает весь вкус я просто сейчас вот ел один мед чувствую мед и все и что-то жую поэтому мой выбор это соль вернее не соль а соленая репа пишите в комментариях какой бы вы хотели попробовать соленую сладкую или ту и другую пишите а с вами сегодня был я филипп захаров свадьба 4 сезона и мы с вами делали пареную репу ну это репа ребята это же это же корни наши наши корнеплоды но игру все вместе как бы кабачок тыква морковь да так выходит короче надо взять репу и не париться с остальными продуктами но запах да вот непонятно короче мозг пытается все время найти ассоциацию какую-то что это что-то с чем-то а это же просто просто репа